Девушки отдыхают Он также подарил мне блок питания размером с карманного слона Все необходимые аудио и видеокабели, включая RGB-шный Причем часть кабелей он еще и самостоятельно спаял Инструкцию, идущую вместе с компьютером А также целую кучу кассет с играми и софтом Более того, Станислав подарил мне еще и TV-тюнер, умеющий нормально захватывать RGB-сигнал Так что появление сегодняшнего выпуска стало лишь вопросом времени Но прежде чем мы перейдем к воруму Нужно рассмотреть хотя бы частично историю оригинального спектрума Но для самых нетерпеливых, внизу под видео будет список тайм-кодов для перехода к другим темам Для всех же остальных, поехали! В продажу данный компьютер поступил в 82-м году Разработкой же машины занималась компания Sinclair Research Название этой компании получила от фамилии ее основателя Бизнесмена Клайва Синклера, что неудивительно На рынок микроэлектроники Клайв вышел в начале 60-х И к 80-м его компания успела выпустить кучу всевозможных устройств Среди которых встречались портативные радиоприемники, усилители, колонки, калькуляторы всех мастей, электронные часы, мультиметры Но несмотря на такое разнообразие, было у этих девайсов кое-что общее Во-первых, практически вся продукция фирмы Клайва относилась к низкой ценовой категории с качеством в соответствующем цене Немалая часть его устройств так и вовсе продавалась в двух вариантах Как готовое изделие и как радиоконструктор То есть набор из печатной платы, пачки радиодеталей и инструкции по сборке Такой конструктор, конечно же, продавался еще дешевле Но одновременно требовал наличия прямых рук и хотя бы какого-то опыта в радиоэлектронике Во-вторых, Синклер любил очень сильно приукрасить параметры железа в рекламе Например, продавать усилитель на 2,5 ватта, указав на коробке и рекламе цифру в 10 ватт Ну и в-третьих, Клайв торговал почти исключительно по почте и по предоплате Нередко он собирал деньги на устройства, которые еще находились на начальной стадии производства Или того хлещей, не были до конца спроектированы Таким образом, многие покупатели Синклеровской продукции участвовали в краудфандинге еще тогда, когда это слово даже не было придумано Но в какой-то момент покупатели эту фишку просекли, начали активно качать права, а также высмеивать данную ситуацию Вот, например, пародийная реклама, Синклер, мы это еще не придумали Но несмотря на все эти нюансы, продукция инженеров Синклера продолжала в целом неплохо продаваться Пожалуй, заказ чего-нибудь у Синклера был подобен сегодняшнему заказу продукции фирмы NoName Мы вполне могли получить как полнейшее барахло, так и отличное железо, которое делает даже больше, чем вы от него ожидали И в случае со Спектровым все было именно так Хотя функционально это было очень неплохие железяки Первые годы проблемы с качеством у них были просто тотальные При этом Спеки был далеко не первым компьютером компании Первым экспериментом в этой области можно считать микрокомпьютер Кит-14 или просто МК-14, вышедший аж в 1977 году Хотя с точки зрения современного пользователя, это был скорее программируемый калькулятор на стероидах У которого даже выход на монитор был необязательной опцией Но тем не менее А вот следующие компьютеры, ZX80 и ZX81, вышедшие в 1980 и 1981 году соответственно Уже без сомнения являются полноценными компьютерами в самом привычном смысле слова Хотя более мощный ZX81 все равно был слабого даже в момент выхода А видеовыход мало того, что давал исключительно черно-белую картинку Так еще и управлять им программисту приходилось вручную, в стиле какого-нибудь Atari 2600 Что уж говорить про пленочную клавиатуру без раздельных клавиш За которую компьютер заслуженно закапывали уже в момент выхода Но несмотря на эти недостатки, было продано что-то в районе полутора миллионов копий этого компьютера Полутора миллионов! Причиной тому была низкая цена Даже самые дешевые компьютеры того времени стоили минимум вдвое дороже Если покупать ZX81 в виде конструктора Так что для компьютерных энтузиастов с небольшим бюджетом Эта машинка стала настоящим спасением А еще на базе ZX80 и ZX81 обкатали некоторое число идеи Которые позже стали фирменными фишками спектрума К таковым относится, например, Basic Команды которого можно было набирать одним нажатием клавиши Ну, на самом деле не всегда одним, но об этом мы еще поговорим Или центральный процессор Zilog Z80 Данный процессор разрабатывали бывшие инженеры Intel И он был чем-то вроде улучшенной версии процессора Intel 8080 В те годы Z80 был не столь популярен, как MOS 6502 или Motorola 6830 Но все-таки применялся он довольно широко, попав в немалое число компьютеров Например, в Sharp X1, Amstrad CPC или даже Sega SC3000 Да и в игровых консолях он тоже засветился Например, в Sega Game Gear А вот Game Boy, Game Boy Color, вопреки частным упоминаниям в интернете Использовали не чистые Z80, а некую модификацию от фирмы Sharp Которая какие-то вещи из процессора выкинула, а какие-то наоборот добавила Что интересно, Z80 производился с 1976 года, как минимум до начала 2000-х Используясь во всевозможной встраиваемой технике Например, определителях номера или контроллеры жестких дисков Об остальных особенностях спектрума поговорим по ходу дела Сейчас же нам интересен 1985 год К этому моменту компания Sinclair находилась на грани банкротства И это несмотря на неплохие продажи спектрума и аксессуаров к нему Главной причиной стало вбухивание денег в неудачные проекты типа недоэлектромобилей Исследования по производству лучевых трубок для портативных телевизоров Попыток создать собственную технологию производства оперативной памяти А также поразительно косячного компьютера Sinclair QL Все успешные продукции компании Sinclair основывались на одной идее Взять что-то, что уже есть на рынке И сильно его удешевить за счет упрощения схемотехники Отрезания каких-то лишних фич И сильной экономии на качестве производства После чего он вкладывался в пиар и продавал то, что получилось Сил же и умений на то, чтобы развивать что-то действительно принципиально новое У его компании не было И в этот ужасный момент руку помощи Sinclair Протянул бизнесмен Роберт Максвилл Иммигрант из Чехословакии Он хотел купить контрольный пакет акций компании И наладить поставки спектрума в качестве учебных компьютеров страны Советского Союза Он вел переговоры с Клайвом Запустил процесс аудита фирмы И уже осенью того же года сообщил, что отказывается от покупки Ну и казалось бы, что такого? Ну передумал человек, посмотрев изнутри, в каком состоянии находится компания Все равно год спустя, в 86-м, все производство и права на марку ZX Spectrum выкупила компания Amstrad Позже она выпустила несколько своих версий Spectrum 128 Отличавшихся несколько лучшим качеством, чутинным дизайном А также наличием портов для джойстика и встроенного магнитофона или дисковода для дискет Но вот забавное совпадение Именно в несчастливом 85-м в СССР начали появляться клоны спектрума И некоторые из них даже содержали фирменные спектрумовские ULA микросхемы Хотя легальный экспорт подобных технологий в страны Советского Союза был как минимум проблематичен По смыслу эти микросхемы были чем-то вроде чипсета И есть неподтвержденное, но жизнеспособное подозрение Что Максвилл привожу руку к продаже этих микросхем А также именно ему нужно сказать спасибо за появление первых клонов Впрочем, использование фирменных микросхем в клонах все-таки было скорее исключением Большинство производителей заменяли ключевую микросхему набором более мелкой логики Но к черту детали Главное, что этих клонов вышло много Настолько много, что даже беглый поиск выдаст вам несколько десятков названий Объединяло же эти клоны две вещи Во-первых, низкая цена Как по сравнению с другими компьютерами, так и с оригинальным фирменным спектрумом Во-вторых, почти стопроцентная совместимость с оригинальным спектрумом Так что вместе с компьютерами в наши руки попало просто безумное количество готового софта И пускай совместимость была не стопроцентной Но блин, даже среди официальных моделей была некоторая несовместимость Например, в третьей редакции спектрума 48К Немного поменяли работу с клавиатурой И в результате большое количество вполне официальных коммерческих приложений Начиная с этой ревизии компьютера Перестало просто-напросто работать Они запускались, но клавиатура в них не работала И это, повторюсь, в официальных моделях Что уж говорить о клонах В общем, сегодня мы будем рассматривать вполне конкретный клон Quorum 64 Выпускавшийся екатеринбургским заводом Vector Его же название компьютера вызывает некоторые вопросы Дело в том, что цифра в названии подобных машин Обычно указывала на объем оперативной памяти Но официальные спектрумы, несмотря на обилие моделей и версий Имели только три варианта объема оперативной памяти А поскольку программы под такие компьютеры писались почти всегда четко под конкретное железо Лишнюю оперативную память они использовать не могли бы Инструкция же к компьютеру при беглом посмотре не то что помогает Тут указано уже 80 килобайт памяти Ээээ, чего? Впрочем, внимательное чтение документации и рискание по интернету Все расставляет на свои места Все-таки Quorum 64 это клон спектрума 48К И оперативной памяти у нас ровно 48 килобайт В указанной же в документации 80 килобайт Кроме этих 48 Также включили 16 килобайт прошивки И 16 килобайт некой теневой памяти Складывать изменяемую и неизменяемую память в одной сумме Странноватый ход, но, как ни странно, он имеет смысл Дело в том, что с точки зрения спектрумовских программ ПЗУ с прошивкой и оперативной память Находится в одном адресном пространстве Говоря проще Если программист попытается что-то писать или читать в ячейке памяти с номерами от 0 до 16384 Он на самом деле будет пытаться писать или читать в микросхему с прошивкой Где хранится basic и то, что здесь вместо операционной системы А поскольку данная микросхема доступна только для чтения Попытки записать туда информацию закончатся ничем Но если вы не забыли, у нас есть еще и 16 килобайт теневой памяти Эта память уже является обычным куском перезаписываемой памяти Которую можно временно подключить вместо прошивки То есть, вместо сочетания 16 килобайт постоянной памяти и 48 килобайт оперативной Мы получаем полноценные 64 килобайта оперативной памяти Но при этом теряем доступ к интерпретатору basic, находящегося в этой самой прошивке Нафига это было нужно? Ну, например, вы пишете приложение на ассемблере И ему лишние 16 килобайт очень даже бы пригодились А вот интерпретатор, basic и прочие встроенные фичи ему нафиг не нужны Поэтому их можно выкинуть и добавить лишние 16 килобайт оперативки Но главное, для чего эта память использовалась конкретно в Кворуме Это запуск операционной системы CPM80 Она изначально создавалась так, чтобы с минимальными доработками запускаться на любых компьютерах Основанных на базе Intel 8080 или Zilog Z80 К сожалению, для этого нужен дисковод для дискет А у меня его нет, так что лучше помещу в описании к видео ссылку На довольно подробную статью о запуске этой операционки на Кворуме Напоследок отмечу, что теневая память, она же Кэш, она же псевдо ПЗУ Не была фишкой чисто Кворума Она встречалась и на других отечественных клонах А также на официальной модели Spectrum Plus 3 Причем на последней она была добавлена именно ради операционки CPM80 Более того, в журналах можно найти схемы модификации многих клонов для добавления такой памяти Но единого стандарта работы с этой памятью не существовало Так что программу приходилось затачивать под конкретный клон или серию клонов Или добавлять в приложение настройку, позволяющие научить ее работать с разными компьютерами Ну и чтобы закрыть тему памяти, отмечу еще один момент Spectrum использовал 16-битную шину памяти, что позволяло адресовать максимум 64 кБ Но при этом самые старшие официальные модели обладали запасом в 128 кБ оперативной памяти Отечественные клоны того хлещи Взять, скажем, петербургский Кай 1024, содержавший целый мегабайт Как так-то? Суть в том, что эти модели проворачивали уже упомянутый финт с подменой куска памяти Но не нижние 16 кБ, а верхних То есть процессору всегда доступны только 64 кБ Но 16 верхних кБ в разные моменты времени указывают на разные куски реальной оперативной памяти Кстати, подобным образом работают и старые игровые консоли С их переключением банков памяти на картриджах В общем, с этим разобрались С точки зрения приложения у нас самый обычный 48 кБ спектрум Ну а теперь давайте посмотрим на компьютер поближе Впрочем, смотреть на этот компьютер мы в этот раз начнем сзади Слева находятся два порта для джойстиков разных типов Sinclair и Camston При этом в оригинальных спектрумах джойстиковых портов не было совсем Но в 83 году компания Camston Microelectronics выпустила аддон для порта расширения Который позволял подключить стандартный 9-контактный Atari совместимый джойстик Позже, в конце того же 83 года Sinclair подсуетился и выпустил аддон ZX Interface 2 В котором было два порта для опять-таки Atari совместимых джойстиков Но с точки зрения игры это были уже совсем другие джойстики Важным отличием был подход к работе Для поддержки Camston джойстика программист должен был специально написать соответствующий код В то время как Sinclair'овские джойстики просто эмулировали нажатие цифровых клавиш И таким образом позволяли добиться совместимости с уже существующими играми На практике же разработчикам все равно приходилось поддерживать максимальное число типов различных джойстиков А вот что у этих джойстиков было общее Так это то, что они были не аналоговыми, а цифровыми То есть не могли сообщать степень отклонения рукоятки Увы Ну и как я уже говорил, в оригинале оба эти джойстика используют 9-контактный коннектор Но в стране советов такие мелочи были никому не интересны Так что наш колон оборудован коннектором формата DIN 5 Конечно у нас были джойстики своего производства Но если вам в руки попал западный образец, придется паять Кстати, поскольку геймпады популярны у нас в Mega Drive Являются Atari совместимыми Их нередко перепаивали под DIN 5 для использования на Spectrum'е И последнее, что связано с джойстиками Это выпущенные уже компанией Amstrad модели ZX Spectrum Plus 2 и Plus 3 В которых были встроенные порты синклеровских джойстиков Так что наши производители скорее всего ориентировались на эти, поздние модели Далее идут принтерный порт и порт расширения И опять-таки, отдельного принтерного порта на оригинальном Spectrum не было Он имел только порт расширения Выделенный принтерный порт появился в ZX Spectrum Plus 2 А более поздние отечественные клоны в качестве принтерного могли даже использовать полноценный LPT-шный порт Порт же расширения в оригинале использовался для кучи вещей Подключение аддонов для джойстиков Расширение памяти Дополнительного музыкального чипа и так далее У нас же он в основном использовался для подключения внешнего дисковода для дискет Но о них чуть позже Справа находится порт для подключения блока питания Тоже через коннектор DIN 5 И если воткнуть блок питания не в тот порт, можно получить интересные дымовые спецэффекты Производители этого клона либо ничего не слышали про защиту от дурака Либо подразумевали, что дуракам компьютеры давать не стоит Либо им просто было глубоко пофиг Блок питания, привесив почти килограмм, выдают всего на всего 5 вольт и 1 ампер Интересная иллюстрация технического прогресса Современная телефонная зарядка имеет такие же или лучшие параметры При заметно меньших габаритах и весе Далее идет видеовыход Опять-таки под DIN 5 Этот выход комбинированный и позволяет подключать как телевизоры с антенным входом Так и RGB-шные мониторы Обращаю внимание Здесь не компонентный сигнал, который многие привыкли видеть на консолях А полноценный RGB Поэтому используется 4 кабеля По трьм идет световой сигнал А по четвертому сигнал синхронизации Конечно же RGB-шная картинка была заметно качественной Но отечественных телевизоров такой вход был редкостью Поэтому большинство жили с антенной картинкой и всеми вытекающими Более того, наши телевизоры часто знали только про SECAM сигнал Оригинальная схема спектрума заточена под PAL Так что картинка у нас была еще и черно-белая Для получения цвета нужно было дорабатывать или компьютер, или телевизор Или использовать дополнительный адаптер, конвертирующий сигнал в подходящий формат Впрочем, некоторые клоны, например, Magic, Byte или тот же Quorum имели встроенный SECAM кодер Хотя сегодня это уже не проблема Современные телевизоры и TV-тюнеры, как правило, умеют нормально обрабатывать все стандарты Ну а в оригинальном спектруме был только антенный выход Хотя добавить к нему выход для композита можно было с применением паяльника и одного единственного конденсатора Зато в 128-килобайтной модели появился и полноценный RGB, правда с собственным 8-пиновым кабелем Ну и последние порты, аудиовход и аудиовыход Опять-таки по стандарту DIN 5 вместо оригинального 3,5-мм джека Но в нашем конкретном компьютере затесалось еще одно отличие На один из контактов аудиовыхода подается звук со спикера В то время как оригинал звук издал исключительно с помощью встроенной пищалки Минус в том, что выключить встроенный спикер без разборки компьютера и перекусывания провода нельзя Можно только уменьшить громкость с помощью одной из клавиш Поэтому звук будет слышен одновременно и из телевизора, и из компьютера Звучит это довольно своеобразно, учитывая разницу в качестве звучания встроенного спикера и колонок Казалось бы, звук все так же однобитен, но разница существенная Но зачем нужны аудиовход и аудиовыход, я думаю вы все и так знаете В компьютерах тех лет использовались аудиокассеты для хранения данных И спектрум исключением не стал В случае спектрума данные кодировались длиной звукового импульса И в одну секунду записи влезало что-то около 127 байт, состоящих из одних только единиц Или 255 байт, состоящих из одних только нулей На практике же в среднем в секунду записи влезал примерно 170 байт В минуту примерно 10 килобайт, а на 60-минутную кассету примерно 600 килобайт Так что нетрудно прикинуть, что на загрузку игры для 48 килобайтного спектрума не должно было уходить больше 5 минут Потому что больше данных в оперативную память загрузить было просто-напросто некуда В реальности все эти теоретические выкладки подтверждаются А нюансы ржать чуть позже Все что касается размер информации и скорости загрузки Это все касается официального встроенного загрузчика Но многие приложения работали немного иначе Сначала стандартный загрузчик грузил маленькую программу на ассемблере Которая показывала картинку, а также отвечала за дальнейшую загрузку данных с кассеты Использовалось это и как элемент защиты данных на лицензионных копиях Так и для хранения информации в более оптимальном формате для большей скорости загрузки Некоторые загрузчики добавляли какие-нибудь эффекты Например, счетчик, показывающий сколько еще ждать окончания загрузки Конечно, лучше было бы, если бы этот счетчик был прямо в секундах Ну да ладно, и так тоже ничего Подобные штуки у нас назывались турбозагрузчиками И некоторые из них дописывались к уже существующим играм Вот, например, отечественный загрузчик Леший Который несколько изменяет бородируемый эффект О котором позже Добавляет прогресс бар А также заметно ускоряет загрузку В оригинале игра Paperboy грузится 5 минут А в формате Лешего около 3 Примерно 40% выигрыш скорости Это вам не шутки К тому же, этот конкретный формат в случае с боем Позволяет не начинать загрузку с самого начала А продолжить ее, отмотав кассету на пару десятков секунд назад До сбоя Воистину офигительное улучшение Впрочем, как всегда, не обошлось без проблем На моем кворуме формат Леший отказался работать Как и многие другие русские трубозагрузчики, кстати говоря С ними происходит зависание на самом старте Тем не менее, видеоряд с настоящего железа записать я так и смог Ну и как же тебе это удалось? Да очень просто Воспользовался другим клоном Спектрума Магиком Давным-давно мой друг Дмитрий Монахов Который, кстати говоря, пишет статьи на сайте Oudhard И я эти статьи настоятельно рекомендую к прочтению Подарил мне Магик 5 Это еще один Екатеринбургский клон Спектрума 48 Довольно давно подарил Но у меня были проблемы с записью видео с него Подходящих кабелей не было Звук он по аудиокабелю не дает записывать Да и руки у меня до него не доходили Слабоватые отмазки Ой, да ладно тебе Зато я на практике убедился, что между клонами действительно была некоторая несовместимость Ну и еще немного о кассетах Лицензионные кассеты обычно поставлялись с одной игрой или программой А значит и лента небольшой длины Наши же пираты использовали типовые кассеты Например, длиной в 60 минут И забивали их играми по максимуму, штук по 5-10 И тут обычно принято говорить, что иностранные кассеты поставлялись с качественной полиграфией и мануалами А у нас ничего подобного не было, но это не совсем так Да, обложки коробок и логика подбора игр могли соперничать с картриджами для деньги Что-то делалось под всем известным национальным напитком Что-то же под крепкий чай и на свежую голову Но вот что меня удивило В наших кассетах тоже встречались мануалы Да, на дешевой бумаге Да, без картинок Да, местами это были не мануалы, а самые настоящие прохождения Но вот честно Я такое в наших кассетах встретить не ожидал В данном случае передаю сквозь года привет Екатеринбургской фирме Проспект Они подходили к своей работе ответственно Что еще интересно, так это частое упоминание про запись программы на кассетах в двух копиях Что довольно разумная идея, учитывая спорную долговечность пленки при активном использовании А вот упоминание про защиту от перезаписи у меня лично вызывает смех Пират накладывает свой ДРМ Каково, а? Я понимаю, что фирма защищала свою работу по снятию оригинальной защиты, если таковая была Переводу игры и так далее Но все равно забавно Отмечу, что защита предназначалась для программ-копервальщиков Которые считывали игру в оперативную память А потом из памяти уже записывали ее на новую кассету или диск Безусловно, вы все еще могли просто переписать аудиокассету в аудиомагнитофоне Но для этого вам нужен был довольно качественный магнитофон Ну и конечно не кассетами едиными Очевидно, что для этих целей подходил любой носитель аудиоданных Например, катушечные магнитофоны или даже виниловые пластинки В последнем случае даже были примеры комбинированных пластинах Где в конце после обычного музыкального альбома После последней композиции Дописывали программу, отображающую информацию о группе, тексты, песен или что-нибудь подобное А гибкие пластинки без музыки, только с играми или софтом Порой шли в качестве приложения к журналам подходящей тематике Некоторые фирмы выпускали и компакт-диски со сборниками игры Что, кстати, было чертовски удобно Для выбора определенной игры Не нужно было долго перематывать пленку до нужного места Кстати, если вам хочется заняться чем-то странным и одновременно прикольным То возьмите вашу любимую игру для спектрума Запишите ее на аудио компакт-диск Засуньте этот аудио компакт-диск внутрь Sony Playstation Подключите ее аудио-выход к аудио-входу спектрума И загрузите игру вот таким вот образом Без сомнения, это должно сработать Но зачем? Ну я же не сказал, что это что-то имеющее практический смысл Мне хотелось просто еще раз подчеркнуть идею Что для загрузки программы подходил любой источник аудио Да хоть и радиоприемник Это, кстати, не шутка Действительно были прецеденты, когда во время радиотрансляции Передавали софт для спектрума Но несмотря на свою простоту и универсальность Были у такого способа хранения данных и ряд недостатков Из главных можно отметить уже упомянутую скорость загрузки Необходимости правильной настройки громкости Да и вопрос долговечности Упирался в качество кассет и конкретного магнитофона А значит, стоило поискать альтернативу Первой такой альтернативой стали микродрайвы Появившиеся в продаже где-то через год после оригинального спектрума Этот носитель вмещал примерно 85 килобайт данных И выдавал скорость в районе 15 килобайт в секунду Что просто офигеть как круто По сравнению с кассетными 170 байтами в секунду Компьютеру можно было подключить до 8 таких носителей сразу Прикольно, как по мне даже очень Но увы, история микродрайвов закончилась фейлом Для начала, микродрайв подключался к спектруму не напрямую А через аддон под названием TheX Interface 1 Который подключался через уже упомянутый порт расширения Комплект из микродрайва и этого аддона вместе стоил 80 фунтов В то время как 16 килобайтная версия спектрума на тот момент стоила 99 фунтов При его цене почти в целый компьютер это конечно не хило Да, Interface 1 также добавлял принтерный порт и порт для создания локальной сети между спектрумами Но эти фичи были нужны, мягко говоря, далеко не всем Далее, TheX Interface также требовал собственно картриджей Которые стоили по 5 фунтов за пустой носитель В то же время кассета с игрой в среднем стоила 5-7 фунтов за обычную версию И около 3 фунтов за бюджетную Впрочем устройство все еще могло взлететь, если бы накопитель хорошо работал Но увы, не сложилось Внутри картриджа находилась все та же магнитная лента, прокручивающаяся с высокой скоростью 76 сантиметров в секунду Для сравнения, в стандартной компакт-кассете используется скорость примерно 5 сантиметров в секунду Если прибавить к этому традиционную экономию клайва на качестве комплектующих То становится понятно, почему лента в микродрайве довольно быстро деградировала при активном использовании В сети упоминается про выпуск около 30 приложений на микродрайвах Причем весь этот софт одновременно продавался и на обычных кассетах по заметно более низкой цене Следующая попытка предоставить альтернативу вылилась уже упомянутой ZX Interface 2 Который вместе с портами для джойстиков также предоставил порт для подключения полноценных картриджей Загрузка с них была по консольному мгновенно По сути картридж, как и уже описанная теневая память, просто подменял нижний 16 килобайт прошивки Это в общем-то всю затею сгубило Большинство игр затачилось под 48 килобайтные машины И разместить их на картридже в 16 килобайт было физически невозможно Ну а 16 килобайтные игры с кассет грузились с терпимой скоростью Поэтому желающих переплачивать вдвое или даже втрое за быструю загрузку таких игр нашлось немного Что интересно, Павел Чарт соответствующего канала рассказал, показал И своей активностью даже поспособствовал появлению реплик белорусской игровой приставки Elf Эта приставка фактически является спектром 48К без клавиатуры и с картриджами объем в 128 и 256 килобайт Хотя теоретически можно было сделать картриджи до 1 мегабайта И пускай за один раз приставка действительно может прочитать с картриджа только один блок памяти в 16 килобайт Эти банки памяти в консольном стиле можно переключать в реальном времени Что вполне могли бы сделать и инженеры Синклера Хотя наверняка опять-таки главную роль сыграло желание сэкономить В любом случае, в описании к видео будет ссылка на подробную информацию об этой консоли и даже эмулятор этого чуда А пока переходим к самому высокотехнологичному способу хранения программ Дискеты Официально дисковод появился только в спектром плюс 3 Но вот сторонние дисководы появились намного раньше Кто-то продавал контроллеры в комплекте с дисководами Кто-то только контроллеры, позволяющие подключить ABMPC-шный флопик Кто-то поддерживал 5-дюймовые дискеты Кто-то 3,5-дюймовые Поскольку фирменного стандарта не было, каждый придумал что-то свое И каждая фирма тащила с собой собственную дисковую операционную систему Тот же Амстрадовский плюс 3 так и вовсе использовал 3-дюймовые дискеты Не 3,5, а ровно 3-дюймовые В качестве операционки там использовалась собственная ось плюс 3DOS А файловая система была совместима с компьютером Амстрад CPC Что неудивительно Нас же 3-дюймовые дискеты обошли стороной А вот контроллеров для 3,5 и 5-дюймовых дисководов было выпущено изрядно Некоторые модели клонов и вовсе имели встроенный контроллер дисковода В качестве основной операционки клонов прижился TR-DOS Но в ходу была и отечественная разработка AS-DOS К слову, сегодня можно найти и современные спектрумовские контроллеры дисководов для дискет В том числе эмулирующих дисковод через SD-карту Конечно, немного забавляет тот факт, что эти дисководы могут быть во много раз мощнее спектрума Но я и сам в процессе подготовки выпуска активно использовал компьютер для загрузки софта на спектрум Так что чего уж там Ну а теперь поговорим о пользовательском интерфейсе спектрума в целом На примере нашего кворума Во-первых, клавиатуру оригинального спектрума принято ругать за качество и резиновые клавиши Но в случае с кворумом 64 я к этой ругании присоединюсь лишь частично Здесь вместо резины привычный пластик И по сравнению с другими моими клавиатурами Здешняя клава чуть более пружинистая, несколько более шумная И по первости я иногда не прожимал часть клавиш до конца Для привыкания понадобился где-то час, но после этого клавиатура боли уже не вызывала Во-вторых, оригинальный спектрум имел только 40 клавиш У него не было курсорных клавиш, не было капслока, не было цифрового блока справа, не было кнопки ресет и некоторых других Часть из них, например курсорные клавиши, появились в более поздних редакциях И как без них жили в оригинале я обязательно расскажу через несколько минут Из находок именно кворума хочу выделить отдельные кнопки переключения языка ввода Действительно удобная штука, которую неплохо было бы и на современных клавиатурах заиметь Впрочем, есть тут и небольшой косяк Видите, и слева, и справа находится капс-шифт Но на самом деле справа должен находиться символ-шифт Впрочем, это почти 100% косяк конкретного экземпляра С кнопкой что-то случилось, и ее заменили на аналогичную по размеру Вот на том же магике, явно использующем аналогичный корпус и клавиатуру Справа находится кошерный символ-шифт Ну а теперь к практике Включается компьютер сразу после подачи питания Кнопок включения или выключения у него нет Что интересно, на моем экземпляре еще нужно довынуть кнопку INV Ответственную за инвертирование картинки Иначе изображение будет очень... не очень... Далее, сразу после включения спектрума 128 А также его клонов и наследников Отображалось загрузочное меню со встроенными утилитами Но у нас клон 48 машины, так что меню нам не положено Только командная строка Точнее, это одновременно и командная строка И строчный редактор программ на бейсике Работает это так Если нам нужно ввести какую-нибудь команду Например, команду сохранения, программы на кассету, загрузки программы и т.д. Мы вводим соответствующую команду Если же мы хотим написать строку на языке basic То сначала вводим номер строки А потом уже оператор с параметрами Но тут вступает в дело одна из особенностей синклеровского basic Появившаяся еще в ZX80 Команды вводятся не по буквам Каждая команда вводится нажатием одной кнопки Ну, как правило одной Если внимательно посмотреть на клавиатуру Можно заметить, что на практически каждой клавише нанесено множество обозначений Как все это работает проще показать на примере Возьмем клавишу с английской буквой D или русской V Если нажать на эту клавишу Ведется команда dim Она написана на верхней части клавиши Окей Обратите внимание Если до этого кроссов был в режиме K То теперь он в режиме L И нажатие на эту же самую клавишу D Переведет к простому вводу этой самой буквы С зажатым левым шифтом вводится прописная версия буквы Ну, а переключение раскладки Ожидаемо позволит вводить уже русскую букву с этой же клавиши Если же мы нажмем на эту кнопку с зажатым правым шифтом То введется команда step, написанная внизу клавиши Но и это еще не все Кроме K и L У нас есть третий режим ввода Вызываемый клавишей E Находящейся на месте тильды Впрочем, на классическом спектруме Выделенной кнопки под это дело не было Так что в этот режим переходили нажатием левого и правого шифта вместе Переходим в него Нажимаем на клавишу D И получаем команду data Написанную еще ниже Думаю, вы уже поняли систему Так что последний вариант Перейдем в расширенный режим А потом нажмем кнопку D С зажатым правым шифтом И получим обратную косую черту Таким образом Одна клавиша позволяет выдавать одну из четырех команд в зависимости от способа нажатия. Простое нажатие, нажатие с зажатым шифтом, переход в расширенный режим, а потом нажатие, переход в расширенный режим, а потом нажатие с зажатым шифтом. Для простоты я не упомянул еще о одном курсорном режиме G, позволяющем вводить так называемый символ блочной графики, и не упомянул я про него потому, что и без него есть о чем поговорить. Главное вот что. Внимательно посмотрите на клавиатуру и представьте, что вам нужно выучить все эти комбинации для быстрого набора программы. Повторюсь, просто по буквам набрать команду вы не можете, редактор кода так не умеет. Конечно же создавалось все это, как обычно, с благими намерениями. Например, набирая программу таким образом, вы не могли опечататься в названии команды. К тому же, программа хранится в памяти компьютера и на кассете более компактно, ведь хранится не текст каждой команды, а условно говоря ее номер. Таким образом, любая команда занимает один байт, вне зависимости от того, из скольки букв она состоит. Экономия бешеная. Но с другой стороны, еще раз посмотрите на эту клавиатуру. Вам придется либо запомнить расположение всех команд и режимы, либо придется каждый раз смотреть на клавиатуру. Десятипальцевый метод ввода при такой ситуации вам не поможет, да и натренировать его при таком вводе вы не сможете. Безусловно, кто-то может возразить, что ввод таким образом, это как игра в шутер от первого лица на геймпаде. Рано или поздно ты к этому привыкаешь. Тем не менее, даже Синклер в каком-то смысле признал, что идея была так себе. В Spectrum 128 появилась возможность выбрать как классический режим под названием Basic 48, так и новый Basic 128, позволяющий вводить команды более привычно, символ за символом. Впрочем, обозначения команд для старого Basic на клавиатуре этой машины все еще оставались. А вот в Амстрадовском ZX Spectrum Plus 2 и последующих от нанесения на клавиатуру команд отказались, и Basic 48 в меню осталось в основном для совместимости с уже существующими программами. Да и вообще, учитывая привычку Синклер экономить на всем, чем только можно, я практически уверен, что изначальная идея была именно в возможности компактно хранить программу в памяти компьютера, ну и на кассете, естественно. А все последующие объяснения о том, что это сделано для вашего удобства, что теперь нельзя опечататься и так далее, были придуманы уже постфактум в качестве такого оправдания. Ну вот мы набрали таки программу, запустили ее, и она даже работает. Чудеса. Но после запуска я решил, что советский мем «Прювет» знаком не каждому, и, наверное, стоит слово отредактировать. Как это сделать? Записывайте. Сначала нужно вернуть назад текст программы, чтобы понять, что и где нужно отредактировать. Жмякаем по завершению программы Enter, получаем исходный код на экран. Теперь нам нужно выбрать строку для редактирования. И первая реакция — воспользоваться курсорными клавишами вверх и вниз. Ну вот сюрприз. Клавиша вниз вводит цифру 6, а клавиша вверх — цифру 7. Хм. Ну и для полного счастья сразу отметим, что клавиши влево-вправо вводят цифры 5 и 8, а нажатия на клавишу Fire — цифру 0. Сделано это не с бухты-барахты, а для совместимости с играми, использующими именно эти клавиши. Данный режим называется «Курсор Джойстик» по названию одноименного аддона. Таким образом, для использования курсорных клавиш как курсорных клавиш нужно зажимать левый shift. В оригинале же нужно было зажимать левый shift и нажимать на уже упомянутые цифры. С отдельными курсорными клавишами, пожалуй, все-таки выходит удобнее, но все равно не идеально. Далее. Выбрали мы строчку, теперь зажимаем клавишу Edit и строчка прыгает к нам в командную строку. Теперь можно переместить курсор к нужному месту, все так же зажимая левый shift в паре с курсорными клавишами. И, наконец, отредактировать текст. После чего традиционный Enter. Теперь о том, как добавить или удалить строчку в коде. Номера строк, помните? Они нужны как раз для этого. Если мы хотим добавить куда-то строчку, то для этой строки нужно придумать такой номер, чтобы она оказалась как раз на нужном месте. Если хотите удалить какую-то строку, наберите ее номер, после чего шмякайте Enter, не вводя никакого другого текста. Неудобно? Согласен, но других вариантов у нас нет. Ну и, наконец, сохранение или загрузка вашего творчества производится очевидными командами Save или Load. Тут особо рассказывать нечего. Если вас все это не напугало, и вы хотите попробовать поразрабатывать на бейсике для спектрума, то подумайте еще разочек. Что? Не? Все равно не передумали. Ну ладно. Тогда вам на помощь приходит среда разработки Basins, который позволяет набирать и тестировать программу в гораздо более удобном редакторе под Windows. После чего запускать ее на эмуляторе. Что еще круче, полученную программу можно экспортировать в Tab-файл, который потом можно или загрузить в другой эмулятор, или преобразовать в аудиозапись, и потом скормить уже настоящему, железному спектруму. Довольно прикольная штукенция. К тому же, идущая с кучей готовых программ. Так что, если вы решили попрограммировать под спектрум на бейсике, то этот инструмент то, что нужно. И вот мы добрались таки до игр. Проблема в том, что у меня в детстве спектрума не было, я его в свое время не застал. Поэтому какой-то особой ностальгии, связанной с играми, для него нет. Поэтому давайте поступим так. Я буду рассказывать не о конкретных играх, а скорее об общем игровом опыте, полученном на реальном спектруме. Разобрались? Поехали! Начнем мы с самого начала. Запуска игры. Для загрузки нужно набрать команду load плюс две кавычки. Кавычки тут не просто так. Перед началом программы на кассете шел заголовок с именем этой программы. Если при загрузке спектрум поймет, что программа не та, он будет ждать появления следующего заголовка с нужным названием. Очень сомневаюсь, что кто-то это делал на практике. Ведь гораздо быстрее домотать кассету на нужное место на ускоренной перемотке. Но тем не менее. Если же мы оставляем пустые кавычки, спектрум загрузит и запустит первую встреченную программу. После набора команды выполняем ее, нажимаем кнопку play на магнитофоне, и на экране начинается действие. А из встроенного динамика польется звук. Фактически вы сейчас слышите то, что слышит компьютер. Наслаждайтесь. Происходящее в этот момент на экране, как ни странно, имеет смысл, о чем сказано в документации. В начале любой программы идет так называемый пилот тон длиной не менее секунды. Нужно компьютеру для определения начала блока данных. Но обычно первый пилот делает длиной не менее 5 секунд, чтобы помочь вам настроить магнитофон. Суть в чем? Если все в порядке, то высота красных и голубых полос должна быть одинаковой. Если голубые полосы значительно толще или вообще на экране только голубой цвет, значит магнитофон выдает слишком громкий сигнал. Если толще красные полосы или на экране только красный цвет, то сигнал слишком тихий. Но если полосы двигаются неравномерно, значит у вас проблемы с лентопротяжным механизмом магнитофона. Идем дальше. Как вы наверное заметили, часть экрана всегда занимает тот самый бордюр. То есть основная картинка происходящего всегда находится в центре экрана. Сделано это было по нескольким соображениям. Во-первых, напомню, что телевизоры тех лет использовали электронно-лучевую трубку. На заметку, далеко не все аутишные мониторы и телевизоры были ламповыми. Блин, лампа, если очень грубо объяснять, это такой логический элемент в электронной схеме, которая отвечает в случае телевизора за прием сигнала, за как отделение звукового тракта от видеосигнала и так далее. Позже лампы были заменены транзисторами, микросхемами, но при этом аутишные телевизоры и мониторы остались. Поэтому, если вы найдете какой-нибудь телевизор или монитор начала или середины 90-х цветной, то с огромной долей вероятности он не будет теплым или ламповым, хотя при этом останется аутишным. Впрочем, я отвлекся. Суть в том, что у этого бордюра, похоже, был смысл. Экраны кинескопных телевизоров, особенно старых, вносили некоторые искажения по краям, плюс часть изображения этими краями просто-напросто съедалась. Это не проблема для кино или игр, но для работы с текстом может стать серьезной неприятностью. К тому же, первые годы Клайв позиционировал свой компьютер как обучающий, а не игровой. И таким дешевым способом весь потенциальный текст попадал в самую беспроблемную зону экрана. Хотя вполне возможно, что причина была в другом. Благодаря большому бордюру, изображение кажется немного более четким. Ведь если растянуть спектрумовские 256 на 192 пикселя на весь экран, то пиксели становятся крупнее. А так картинка оказалась менее пикселястой. Решение в чем-то даже изящное. Отмечу, что мне этот бордюр в играх не мешал, но для вашего удобства в остальном видеоряде я все-таки растяну изображение на весь экран. Далее скорость загрузки. По интернету ходят воспоминания о получасовых загрузках. Но, как я уже в свою очередь упоминал, если у вас все в порядке с магнитофоном и вы правильно настроили громкость, то загрузка 16-килобайтной игры не превысит 2 с копейками минут. А 128-килобайтной примерно 15 минут. Но, всегда есть это страшное но, и в нашем случае это подгрузка новых уровней. Выглядит она так. Вот скажем Golden Axe, про который я рассказывал в отдельном выпуске, и где уже упоминалось про версию для спектрума. Начальная загрузка занимает где-то 4 с половиной минуты, после чего мы попадаем в меню. Здесь можно посидеть в заставке, послушать музычку, а также настроить управление, выбрать персонажей и число игроков. После этого стартует второй этап загрузки. Во время него игра очищает часть памяти и подгружает новые данные. Например, нам уже не нужна графика, используемая в заставке, не нужна заставочная мелодия. Зато нужны спрайты врагов, спрайты выбранных персонажей, звуки заклинаний и так далее. Но и это не все. Через 2 с половиной минуты игра попросит перевернуть кассету и продолжить воспроизведение. Переворачиваем, запускаем, ждем еще 1 минуту 20 секунд загрузки уровня, и игра наконец-то началась. Таким образом, на загрузку только первого уровня ушло суммарно 8 минут 20 секунд, не считая времени на настройку, переворачивание кассеты и так далее. Но и это еще не все. В конце первого уровня игра попросит продолжить воспроизведение, чтобы подгрузить следующий уровень. И время загрузки опять-таки составит 1 минуту 20 секунд. В довершении, если вы потеряете все жизни и континью, то для начала первого уровня придется перемотать кассету и начать загрузку заново. К счастью, сразу со второй стороны кассеты, но блин. Мне в детстве даже подгрузки по 30-40 секунд в оригинальном Pain Killer казались мучительными, а тут такая жесть. Впрочем, от нее было частичное спасение. Некоторые игры в версии для Spectrum 48 использовали подгрузки, а в версии для Spectrum 128 загружали все данные за один присест. Первая загрузка в такой ситуации длилась дольше, зато потом можно было играть сколько угодно, без дополнительных подгрузок. Только вот одна беда. Вышел 128-килобайтная машинка примерно через 3 года после оригинала. Такие вот дела. Следующий момент связан со звуком. В оригинальном Spectrum был только простейший однобитный спикер, но в Spectrum 128 появился трехголосый чип АY. Впрочем, в качестве дополнительного устройства он появился раньше 128-килобайтной модели. Наши же клоны Spectrum 128 далеко не всегда содержали данный чип из коробки, но при наличии паяльника и головы на плечах, АY можно было подключить к практически любой версии Spectrum. К сожалению, в моей модели его нет, модификацией компьютера я не занимался, так что вот для сравнения одни и те же мелодии на спикере и на АY из эмулятора. Субтитры сделал DimaTorzok Также в процессе подготовки выпуска я наткнулся на еще один неприятный момент. Часть игры, которые успешно использовали спикеры на эмуляторе, на реальной машине никаких звуков не издавали. Это относится к уже упомянутому Golden Axe и некоторым другим играм. Причем я перепробовал пачку разных версий, но результат один. На некоторых играх ни Quorum, ни Magik звуков не издавали. Видимо, здесь я наткнулся на ту самую неидеальную совместимость клонов и оригинала. Кто бы мог подумать, что она выльется в проблему со спикером. Офигеть, блин. Тем не менее, большая часть игры работу со спикером поддерживала, и некоторые выдавали довольно прикольные мелодии. Отечественная игра The Duck даже использовала синтезатор голоса. Звучит, конечно, не очень разборчиво, но сам факт приятно поражает. Плоше для спектрума делались и коллоксы, про подобное устройство для BMPC я уже делал отдельный выпуск, и полноценные звуковые карты, типа отечественный General Sound. Но все это появилось намного позже, было мало у кого, да и поддерживалось очень небольшим объемом софта. Так что переходим к самому больному и противоречивому месту спектрума. Графики. Хотя казалось бы, спеки использовал нормальное для того времени разрешение 256 на 192 пикселя. Для сравнения. MSX1 использовал аналогичное разрешение. Famicom выдавал немного больше 256 на 240, а известнейший на западе конкурент, Commodore 64, так и вовсе большинство игр запускал в 160 на 200. В палитре спектрума было 8 предопределенных цветов двух уровней яркости, что давало 15 или 16 цветов. По изначальной задумке, светлая и темная версия черного цвета должны были совпадать, но на кривых колонах или при неправильной настройке телевизора они начинали отличаться. И это число цветов опять же было нормальным. Вспомните хотя бы компьютерную CJ с ее четырьмя цветами. А вот 16-ти цветный EJ не вспоминайте, он появился примерно через 2 года после спектрума. В общем, если бегло смотреть характеристики, то все вроде бы неплохо. Но на практике... Первая реакция, которая возникает при игре на спектруме. Что за фигня происходит с цветами? Почему объекты постоянно целиком или частично перекрашиваются? Эта фигня имеет вполне официальное название атрибют клэш или конфликт атрибутов. Понимаете ли в чем проблема? Спектрум не позволял указывать цвет каждого пикселя на экране в отдельности. Цвета задавались квадратом 8 на 8 пикселей, так называемым знакоместам. В рамках одного знакоместа вы могли использовать только 2 цвета. Сделано это было для экономии. Минимальная модель спектрума обладала 16 килобайтами памяти. И для работы с экраном от нее откусывалось почти 7 килобайт. Для сравнения, компьютерная CJ с ее четырьмя цветами использовала полный 16 килобайт видеопамяти. И CJ 64, а CJ и вовсе 256 килобайт. К тому же, чем больше у вас видеопамяти, тем больше времени нужно центральному процессору, чтобы эту память заполнить какими-то значениями. Таким образом, текущее решение экономило не только оперативную память, но и процессорные мощности. Подожди, но ведь другие компьютеры и консоли ведь тоже использовали знакоместа или тайлы, и у них таких явных проблем с цветами незаметно. Да, но у них было преимущество. Аппаратные спрайты. Аппаратные спрайты? Аппаратные спрайты. Аппаратные спрайты позволяли поверх знакоместного фона выводить спрайты в любом месте экрана. У них были свои ограничения по размеру и цветам. Но главное, что у практически всех конкурентов такие возможности были. Спектрум же официально позиционировался как компьютер для обучения и работы. А значит, на игровых возможностях можно было сэкономить, что и вышло. На фоне этого меня дико смешат игры журы, которые нет-нет, да и назовут спектрум игровой приставкой. Игровая приставка, ну или игровая консоль, это устройство, которое подключается к телевизору, собственно поэтому это приставка, предназначенное для игр, поэтому она игровая, и максимальным образом ограничивающее любое использование данного устройства для чего угодно, кроме игры. DRM и вот это вот всё. В случае со спектрумом мы выяснили, что железо явно не предназначалось для игр, не затачилось под них. Запускался компьютер в режиме бейсика, где любой мог писать программу для этого компьютера, и у него не было каких-то DRM-ов или ограничений. Любой разработчик мог выпустить и продавать приложения и игры для него, не идя на поклон к лайву. Так что остаётся только один пункт – подключение к телевизору. Но согласитесь, один пункт с трёх – это маловато, чтобы называть данный компьютер приставкой, не правда ли? А как же эльф? Ну вот, кстати говоря, эльф – это интересный пример. Всё-таки он затачивался под игры, хотя бы с точки зрения управления. Там используются геймпады, к нему нельзя подключить клавиатуру и встроенной клавиатуры нет, а игры запускаются с картриджи. Но тем не менее, если эльф можно называть игровой приставкой, это ни в коем случае не означает, что любой спектрум тоже можно называть игровой приставкой. Ну ладно, вернёмся к теме графики. Безусловно, умелые художники даже с имеющимися ограничениями создавали безумно классные заставочные экраны, умел, скрывая сетку знакомест. Да и в изображениях для текста графических квестов или пошаговых стратегий этой нерешаемой проблемы не было. Но вот когда речь заходила о динамичных играх, то проблема становилась более чем заметной. Безусловно, авторы старались замаскировать знакоместные места. Например, в Boulder Dash ввели движение жёстко по условным клеткам. Это спасало от проблем с цветами, зато добавляло проблем в геймплее. Персонаж двигался слишком резко, а камера за движениями капитально не успевала. Учитывая, что местами тут встречаются активно двигающиеся препятствия, лично мне это добавляло заметных проблем на поздних уровнях. Другой пример маскировки. Использование для каждого объекта только один цвет. Это частично спасало ситуацию. Где-то получше, где-то похуже. А чтобы проблема не была заметна при скроллинге экрана, авторы заменяли его на переход между статичными экранами. В таком случае гораздо легче разместить на экране как минимум фоновые и статичные объекты таким образом, чтобы они не пересекались по цветам. Костыль, конечно, но костыль эффективный. Следующий вариант – использование монохромной графики. То есть цветным делались только менюшки, а основное игровое поле использовало исключительно два цвета. Это работало, но согласитесь, если вам необходимо стараться использовать только два цвета в компьютере, чья цветная сущность вынесена даже в его название, у вас серьезные проблемы. Безусловно, были и другие хитрости, но сути это не меняет. Графическая подсистема имела заметные недостатки, и до конца их победить было невозможно. Справедливости ради отмечу, что в некоторых поздних клонах появлялись новые графические режимы, но по понятным причинам игра или приложение, написанное по такой клон, на других не запускалось. Кроме того, был такой прием, как мультикалор, позволяющий на любом спектруме уменьшить размер знака места, вплоть до высоты в один пиксель. То есть вы могли задать два цвета не в рамках квадрата 8х8 пикселей, а в рамках одной строчки из 8 пикселей. Довольно-таки прикольно. Но есть нюанс от того, как это работало. Идея была в следующем. Видеоадаптер рисует изображение строчка за строчкой. А что если мы поймаем момент, когда он уже первую строчку нарисовал, закончил рисовать, а вторую еще не начал. Если поменяем в этот момент цвет видеопамяти, то он следующую строчку нарисует уже другими цветами. Идея отличная. Но, во-первых, она требует гораздо больше нагрузки на центральный процессор, а во-вторых, такой код очень сильно зависит от тайминга всего оборудования, в частности, от таймингов видеоадаптера. И они отличались даже между официальными машинами разных ревизий, что уж говорить о разных клонах. Поэтому обычно это использовалось только в поздних демках, и эти демки должны были быть заточены под конкретный клон. Такие дела. Все эти проблемы с графикой меня несколько огорячают, ведь в принципе мощностей спектрума хватало на многое, даже на Вольфенштейн 3D-подобные шутеры. И я, блин, не шучу. Вот вам русская игра за DAG, изначально написанная в 97-м году, а в 2016-м году перевыложенная в интернет автором, который провел на дне некоторое число доработок. Здесь хочу еще раз сказать спасибо Станиславу. В сети данная игра встречается исключительно в формате диска для TR-DOS, и по моей просьбе он перевел ее в кассетный формат для загрузки без дисковода. Да, по ощущениям игра выдает где-то 10 кадров в секунду, а со стенами периодически происходит черти-что, сильно усложняющая навигацию. Но тем не менее, этой игре я готов простить все. Это вам не Minimized, про которую я рассказывал в 76-м выпуске Old Hard. Тут игрушка бесплатная, написанная под чудовищно слабую по современным меркам платформу, да и по словам автора, игра писалась в качестве шутки над другом, будто бы на Spectrum портировали первый клейк. И этот момент отражен в заставке оригинальной версии 97-го года. В качестве шутки написать шутер от первого лица для Spectrum. Ну офигеть, блин. Теперь о геймплее более типичных аркадных игрушек. Опробованные игры мне показались по большей части неприятно хардкорными. В плане физики прыжков и управления все вроде бы в порядке, подтормаживания графики встречаются очень редко. Но в остальном, авторы этих игр активно использовали спорные геймдизайнерские приемы, типа частых прыжков неизвестность, врагов с рандомными паттернами, или врагов настолько быстрых, что для успешного противостояния требовалось буквально зазубривать уровни. Местами на это накладывается камера, которая умудряется не двигаться, пока не подойдешь к границе экрана, что добавляет нечестных смертей в копилку фрустрации. Нет, я отлично понимаю, что есть люди, которым все это нравится, да и вообще. Многие игры 80-х и начала 90-х сделаны по подобным лекалам, так что особо ныть по этому поводу не буду. О чем я буду ныть, так это об управлении. Очень многие игры затачивались под однокнопочный джойстик, и эта заточка порой очень раздражает. Вот вам пример. Для выстрела нужно просто нажимать клавишу, а для использования ракет не нажимать, а зажимать. Такая экономия на кнопках усложняет игровой процесс, а учитывая наличие на клавиатуре спектрума минимум 40 клавиш, еще и раздражает. Это все особенно забавно на фоне того, что встроенных портов для джойстиков в спеке не было до амстрадовской модели 86-го года, ну об этом я уже рассказывал. К тому же, я-то играл на клавиатуре, и большое спасибо авторам кворума за курсорные клавиши, ибо играть чисто на цифрах было бы менее удобно. А бокового цифрового блока на классическом спектруме нет. К тому же, на настоящем джойстике прыжки бы делались движением рукоятки вверх. Если вы не видите в этом проблемы, найдите авиационный джойстик, забиндите на движение рукоятки вверх прыжок и опробуйте какую-нибудь любимую аркаду. Сильно удивитесь. Впрочем, часть игр все равно не поддерживает курсорный джойстик, и в них пришлось играть на клавиатуре в самом полном смысле слова. В этом случае, за движение, в зависимости от игры, могут отвечать кнопки Q, A, Z, X, O, P и возможно что-то еще. Раскладка для меня непривычная, но на практике к такому управлению оказалось привыкнуть проще, чем к сами знаете каким играм на геймпаде. А если не знаете, пересмотрите все предыдущие выпуски про консоли и узнаете. К тому же, некоторые игры позволяют перенастроить управление на более привычные клавиши, и я передаю авторам этих игр сердечный привет. Жаль, что эта настройка не позволяет уйти от пятикнопочного управления, но это все равно лучше, чем ничего. Если же говорить о пошаговых стратегиях, то тут у меня претензий нет. В них обычно клавиш не жалели. Та же Chaos The Battle of Wizards играется очень неплохо. Если вы не слушали про эту игру, то бегом покупать ее современный ремейк с трехмерной графикой. Все-таки одна из первых компьютерных игр Джулиана Гоопа, который позже выпустил знаменитейший XCOM. Так что внимания она определенно заслуживает. Ну и еще пара моментов. Во-первых, игры под наш пиратский рынок часто переводили на русский язык, и попавшие мне в руки экземпляры были переведены достойно. Не буду экстраполировать свой опыт на весь рынок, но меня увиденное все-таки порадовало. Второй момент связан с тем, что в России выходило немало собственных игр для спектрума, но большинство из них писалось под 128-килобайтную машину. Поэтому запустить их без эмулятора у меня не выйдет. Но что еще круче, игры под спектрум продолжают создаваться и сегодня, причем не только в России. Хотя опять-таки, в основном они пишутся под спектрум 128. Но бывают и приятные исключения. Например, русская игра 2015 года, Metal Man Remixed, от автора все той же The Duck. Она отлично запускается на моем кворуме. К сожалению, игрушка показалась мне адски сложной, да и скорость работы не то чтобы сильно радует. Так что дальше первого уровня мне уйти не удалось. Тем не менее, игра впечатляет работой с графикой. Конфликт атрибутов заметен в ну очень редких случаях. При том, что игра в целом не монохромная. Определенно зачетная работа. Жаль, что в данный момент автор уже не делает игры для спектрума. Или вот еще пример. Alter Ego 2011 года. Опять-таки русская игра, но на этот раз логическая аркада. Отзывчивое управление, четкая графика, занимательный геймплей. Прямо-таки идеальный пример. Кроме того, у автора на сайте еще много игр как под старые платформы, так и под современные. Поэтому рекомендую ознакомиться по ссылке в описании. Я вот точно ознакомлюсь. Ну и напоследок о том, как вы самостоятельно можете прикоснуться к волшебному миру спектрума. Во-первых, конечно же, можно воспользоваться эмулятором. Эмуляторов спектрума существует ну очень много. И запускаются они даже на чайниках. Лично мне приглянулся кроссплатформенный фьюз из коробки, поддерживающей эмуляцию не только фирменных моделей, но и ряда отечественных клонов. А также куча периферии вроде мышей, джойстиков и так далее. Во-вторых, без проблем можно найти в продаже все еще работающее оригинальное железо. И опять-таки, как фирменные модели, так и клоны. eBay, мешок, авито и местные барахолки вам в помощь. В-третьих, при желании спектрум реально собрать и самостоятельно. Благо в сети есть и разводки платы, инструкции по сборке, и прошивке, и все, что душе угодно. Также в продаже периодически всплывают уже разведенные платы. Порой в комплекте с набором всех необходимых микросхем для самостоятельной сборки. Обычно эти платы сделаны на базе разводки старых клонов типа Кая или Скорпиона. С небольшими багфиксами или модификациями под более современные комплектующие. В-четвертых, неканоничный новодел. Среди самых странных хочу выделить The X Spectrum Vega. Это чистый эмулятор типа NES Mini, но запускающий игры с SD-карты, куда при желании можно докинуть дополнительные тайтлы. Казалось бы, как можно испортить подобные начинания? Да легко. Шаг первый. Замените полноценную клавиатуру джойстиком, отрезав возможность поиграть в более-менее комплексные игры. Шаг второй. Сделайте исключительно композитный видеовыход в 2015 году. Шаг третий. Не помещайте на SD-карту большинство хитов типа Dizzy или Elite. И если вам этого мало, шаг четвертый. Продавайте эту поделку за примерно 150 долларов. Комментарии излишние. В качестве противоположного проекта отмечу запущенный через Kickstarter The X Spectrum Next. Практически идеальное устройство. Полноценная клавиатура, HDMI и VGA выходы, порт для EPS2 мышки и клавиатуры, возможность грузить софт с SD-карты, сохраненная возможность грузить софт с помощью аудио-входа, дополнительные графические режимы. В общем, эпично. Огорчает всего несколько фактов. Первая. Цена в примерно 18 тысяч рублей за полноценную версию и в 10 тысяч за голую плату. Второй минус заключается в том, что клавиатура существует только в виде красивых картинок. И хотя изначально выпуск был запланирован на начало 2018 года, к моменту съемки данного видео, бейкеры все еще свои компьютеры не получили. Далее. Купить даже плату у производителя пока что нельзя. Первые платы получают поддержавший проект на Kickstarter. Ну и напоследок основан этот компьютер на FPGA. Обычно в этом месте возникает некоторое недопонимание. FPGA это такая микросхема, внутрь которой можно закинуть программу на языке описания микросхем. После чего FPGA будет работать как другая микросхема или как целый набор этих микросхем. Смотря что вы туда запишите. Есть проекты по созданию на FPGA не только Spectrum, но и других компьютеров или игровых приставок. Например NES. И обычно такие проекты ругают, мол это не true и вообще недалеко ушло от обычной софтовой эмуляции. Но вот что забавно. В оригинальном фирменном спектруме была ULA микросхема, а в поздних редакциях даже две. И эти микросхемы с точки зрения принципов работы сильно отличаются от FPGA. Но с точки зрения идеи это одно и то же. То есть с завода выходит некая микросхема-заготовка, внутрь которой можно загрузить, прошить программу поведения. В случае ULA это прошивалось единожды, в случае FPGA мы обычно можем перепрошить, но это не главное. Главное, что внутри нет какой-то эмуляции. Внутри есть просто набор логических элементов, и вы можете сдать, грубо говоря, связь между ними. Таким образом дальше все работает на абсолютно аппаратном уровне. Поэтому говорить, что FPGA это что-то не настоящее эмуляция, ну как минимум странно. Это просто наиболее дешевый способ, используя современное железо, получить поведение железа старого, которое может быть в данный момент уже не производится или которое трудно достать. FPGA же достать гораздо проще. Впрочем, если вы хотите одновременно и комфорта, и больше аутскульности, посмотрите в сторону проектов типа Speccy 2007 или The X Evolution. В последнем, с одной стороны, есть настоящий Zioh Z80 и звуковой чип АY, а с другой PS2-мыша клавиатура, возможность загружать игры с SD-карты, выводить картинку по VGA, подключать IDE-устройство и так далее. Серийно такие устройства не производятся, но всегда можно найти был вариант, или даже кого-нибудь, кто такие девайсы собирает на заказ за относительно терпимые деньги. Ну или, как вариант, собрать самому. Безусловно, я рассказывал про Spectrum далеко не всё, эта тема просто безгранична. Поэтому хочу вам посоветовать кое-что ещё, что вам стоит посмотреть или почитать. Во-первых, канал Sinclair, с автором которого мы, кстати говоря, пересекались в рамках подкаста «Отскульный четверг». Видео на канале выходят редко, но крайне интересные и содержательные. Очень рекомендую. Во-вторых, подкаст oldgames.ru, где было три выпуска про Spectrum. В двух рассматривалась примечательная музыка, а в третьем – особенности спектрумовской жизни в России. В качестве гостя последнего выпуска – тот самый Станислав. У него, кстати, есть группа ВКонтакте, где собираются и выкладываются кассетные версии игр для Spectrum, включая всякие необычные релизы с локализациями, турбозагрузчиками, чит-меню и так далее. В-третьих, на канале Шварценпуха есть перевод видео с канала Ким Джастис, где рассказывается не про Spectrum, а про другие продукты Клайва Синклера, его образы в масс-медиа и отличиях этого образа от реального положения вещей. В-четвертых, набор статей «Неизвестный Синклер», где рассматривается история всего бизнеса Клайва. От самой первой работы редактором в техническом журнале до продажи производства Spectrum в компании Амстрат. Там довольно тщательно рассказывается про почти всю продукцию, выпускаемую фирмами Клайва за эти годы. Спорную рекламу, взлеты и падения, с некоторым перекосом в рассказ про падения, но тем не менее, чтиво довольно увлекательное. А я хочу еще сказать спасибо Гаронге за вот эту картинку для заставки. Все ссылки, как обычно, в описании к видео. А на сегодня это, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...